Добрый день, уважаемые студенты! В Казани сейчас проходишь у нас традиционный 9-й форум ислам-мультикультурном мире и сегодня у нас тема нашего шоурум Личний Восток, трансформация продолжается. Модератором этой программы выступаю я Хабудинов Айдарьевич, профессор Института международных отношений и заместитель Центра исламика Казанского федерального университета. Наши гости Василий Александрович Кузнецов, кандидат исторических наук, руководитель Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедия на Российской Академии наук Москва. Василий Александрович, помашите ручкой. Вот. Соответственно, его коллега Лана Амеджидовна Раванди Федаи, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Востоковедения, доцент кафедры современного Востока факультета истории и политологии права Российского государственного гуманитарного университета Москва. Соответственно, следующий наш коллега, это классик российского и слововедения Константин Михайлович Труевцев, кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Российской Академии наук Москва. Вот. И наша коллега из Питера, Аполлина Ася Сергеевна Аврутина, кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и методики преподавания языков и культур Азии и Африки Санкт-Петербургского государственного университета. И, соответственно, last but not least, Светлана Юрина Бабенкова, кандидат экономических наук, научный сотрудник Центра арабских и исламоведических исследований Института Востоковедения Российской Академии наук. Вот. Каждый из них является ведущим специалистом, и мы собрали их по такой логике, потому что Василий Александрович, он написал свою, я бы даже сказал, классическую монографию, которая посвящена событиям аравской весны, проще всего, Тунису. В этим летом он ездил в Алжир. И, соответственно, мы все знаем, что Тунис – это один все-таки из положительных примеров, и не случайно, что четверо тунисских деятелей были удостоены Нобелевской премии. Лана Меджидовна, она у нас специалист по Ирану, тем более это тот случай, когда специалисты происхождения слились в одном. Соответственно, Константин Михайлович у нас специалист по политической жизни Ближнего Востока, уже на протяжении, я боюсь даже сказать, 50-летий. Аполлина Ирия Сергеевна, она помимо того, что тюрколог, она блестящий переводчик турецкой литературы. Я считаю, для нас татар, прежде всего, очень важны переводы ее прозаических произведений Назыма Хикмета. Ну и Архана Памука, которую я тоже, думаю, знаете, что вставили и в нашем театре имени, Камала Минем и Семен Козел. Ну и опять-таки повторюсь, Светлана Юрьевна, она экономист, человек, который знает, как работает Банк России, но с другой стороны, она прекрасный специалист по экономике арабских стран. Ну, я думаю, каждый вначале, так сказать, выскажет некие тезисы основные по теме, а потом перейдем к дискуссии и вопросам. Пожалуйста, Василий Александрович. Спасибо большое, Айдар Юрьевич. Прежде всего, позвольте поблагодарить за то, что пригласили на это замечательное мероприятие ежегодное, которое всегда становится таким интеллектуальным пиршеством и доставляет большое удовольствие. У нас тема нашей встречи – это «Ближний Восток, трансформация продолжается». Мы хотели поставить знак вопроса в конце, сомнившись, продолжается ли трансформация. Но действительно, трансформация, видимо, идет. Что значит трансформация? Трансформация, прежде всего, я имею в виду политической жизни. И если не политических систем, то политическая культура этих стран, стран государств Ближнего Востока, я остановлюсь на нескольких таких моментах, мне кажется, очень важным. Как мы встречаемся раз в год, то что было важно за последний год на Ближнем Востоке? Я бы сказал, что важнейшими такими событиями стали, конечно, события в Алжире и в Судане. Это смена политических режимов в этих двух странах, во время которых заговорили о второй волне арабской весны. Я не думаю, на самом деле, что это сравнение корректно, но тем не менее, потому что причины другие, потому что формат другой и так далее, но тем не менее важно, что еще в двух крупнейших государствах Ближнего Востока сменилось политическое руководство, и они вступили в такую очень тяжелую фазу транзита и перехода, которая связана с ослаблением деятельности институтов, которая связана с большими неопределенностями и так далее и тому подобное. Но при этом в обоих случаях это происходит в более или менее мирной форме, что, мне кажется, существенно. И в обоих же случаях, особенно в алжирском случае, особое значение начинают играть электоральные процессы и силы такого гражданского общества. Это так всегда считалось, что на Ближнем Востоке с гражданским обществом не ахти, но как показывают и события в Алжире, как, кстати, показывают события в Турции, связанные с выборами в Стамбуле, муниципальные выборы в Стамбуле, они демонстрируют такое очень мощное гражданское общество, которое способно самоорганизовываться, способно выдвигать собственные требования и способно к активным политическим действиям. Что еще существенно? Существенно то, что политический процесс идет более или менее ненасильственно и более или менее в таких в рамках конституционного поля, хотя понятно, что когда мы говорим о транзите, это рамки конституционного поля, они всегда размыты. Но вот говоря об электоральных процессах, конечно, пример Туниса тоже здесь очень интересен. Таидар Юрьевич говорил, что Тунис считается таким единственным успешным примером арабской весны. У нас прошел первый тур президентских выборов, который в России как-то остался незамеченным, а тур очень любопытный. Выборы очень любопытные, потому что они показали, что Тунис в принципе развивается в той же парадигме, в которой развивается в основном западное государство. Когда в выборах участвовало несколько человек с богатым политическим бэкграундом, там основатель, один из отцов-основателей исламистской партии, один из премьер-министр действующий, высший министр внутреннего дела. Вот все эти люди, они пролетают, набирают какое-то совершенно незначимое количество голосов, а фаворитами и лидерами становятся два человека, один из которых находится в тюрьме по подозрению в жуткой коррупции, а другой профессор юроспруденцем, у которого не было денег на электоральную кампанию и которые известны сомнительными заявлениями, очень популистскими и не имеющими отношения к каким-то, казалось бы, не имеющими отношения к ключевым вопросам национального развития. О чем это говорит? С одной стороны, это говорит о том, что слабость политической системы, слабость политических сил. С другой стороны, это говорит, когда я сказал, что Тунис следует в русле такого западного, усталость общества от привычных элит, от старых элит. Ну, надоели все политики, которые ничего предложить не могут, которые говорят все время одно и то же, а ничего к лучшему не меняется. Хочется кого-то нового, хочется кого-то необычного. Вот где-то там шоумены выбирают президентом, а здесь вот во второй тур выходят такие тоже, казалось бы, аутсайдеры. Но третье это говорит о том, что насколько вот эти выборы, они хороши для демократии и для страны или плохи. Вопрос очень спорный. С одной стороны, казалось бы, ну, ужасно, когда у вас выходят во второй тур люди, которые ничего не понимают в политике и так далее. С другой стороны, может быть, для демократического процесса в этой стране оно и неплохо, потому что, по крайней мере, это будет некая защита там от авторитаризма. И, в принципе, они могут, если нормально пройдут парламентские выборы и партийная система устоит, то они могут обеспечить там дальнейшее движение. Что еще важно в плане таком трансформационном на Ближнем Востоке? Я сейчас вот только про Северную Африку говорю. Ну, в Машрике, ну, немножко Турцию я упомянул. В Машрике, про которую, наверное, Константин Михайлович больше будет говорить, там, конечно, тоже есть существенные события, но они больше связаны, я бы сказал, с изменением характеров конфликтов, ну, не характеров, наверное, с изменением динамики конфликтов, с некоторым снижением уровня конфликтности в Сирии, с сохраняющимся высоким уровнем конфликтности в Йемене и выплескиванием вот этого конфликта, в связи особенно с последними событиями, связанными с атаками дронов в Саудовской Аравии, выплескиванием этого конфликта за пределы Йемена. Да, этот конфликт он и раньше имел некоторые такие протуберанцы, которые затрагивали Саудовскую Аравию, но сейчас эти протуберанцы какие-то уж очень мощные стали. И отсюда можно сделать вывод еще один, что вот в рамках той трансформации, которая продолжается, векторы развития Магриба и Машрика, они все больше расходятся друг с другом, так же, как все больше вообще расходятся друг с другом разные стратегии национального развития государств региона. Я, наверное, здесь остановлюсь, чтобы выступил кто-то из коллег. Большое спасибо, Василий Александрович. Просто я вспоминаю еще нашего коллегу, который тоже долгие годы работал в Институте Востоковедения Российской Академии наук. Хотелось бы сказать, что все мы, кто в прямой степени, кто в косвенной степени, ученики Виталия Вячеславовича Наумкина, которые действительно, Примаков сегодня, это классик российского исламоведения. И в 2000 году он начал абсолютно уникальный проект, собрав специалистов по регионам России. И для нас было очень хорошим уроком, когда мы задумались, насколько эти процессы могут быть связаны с внутрироссийскими процессами. И вот вспоминая Дмитрий Владимирович Макаров, он сейчас работает в Центре избиркома России, и он мне предложил статью Рашида Аль-Гануши. И вот эта статья Рашида Аль-Гануши, выдающегося тунисского обыслителя, притом исламистского толка, опубликовали в казанском журнале «Идель» в 2001 году. Потом мне сказали, что это абсолютно не актуально, что режимы типа Бен Али Туниса, типа Мубарака в Египте будут всегда. Ну, наверное, на 2002 год они были правы, но, как мы знаем, пришлось подождать чуть меньше десяти лет. Ну, и мы видим, что нет ни Бен Али, ни Мубарака, ни вариант назывался «Будет сын Мубарака». Но на самом деле эту проблематику не нужно забывать. Тогда, наверное, слово «Лани Меджидовни», потому что, я думаю, мы все знаем, что для Казани тема иранского мира, как и для арабистики, она важна, потому что с самого начала на восточном разряде Казанского университета изучалась побережье Каспийского моря от Астрахани до Ирана. Великий исламовед Казимбек, Искандер, потом Александр Казимбек. И, соответственно, не случайно, что татарские мыслители, их очень интересовала иранская революция 1907-1910 года. И не случайно, конечно, что сейчас в Казани, вы все знаете, размещается иранское генконсульство. Тем более у Ланы Меджидовны как бы три в этом отношении замечательных составляющих. Иранское корни, обучение в Баку и долгие годы работы в Москве. Ну и тоже очень большой опыт поездок за рубеж. Пожалуйста, Лана Меджидовна. Эти мама русская. Смесь. Да. Ну, что касается Ирана, то вы все в курсе последних событий плюс и в Вормузском заливе танкерная война. Очень многие специалисты уже начали прогнозировать ближайшие военные события, военные удары. Так, на мой взгляд, что может произойти? Ну, мы знаем о том, что с приходом Трампа политика Обамы, а администрация Обама, которая предложила Ирану руку дружбы, и также были успехи в подписании договора СВПД, начали сниматься санкции. По приходам Трампа все полностью изменилось. И на мой взгляд, на сегодняшний день, если вообще с любой точки зрения рассматривать, то вроде бы ни одна страна не хочет войны. И Трамп на сегодняшний день показал себя... Войны, которые он использует, это в основном финансовые или политические войны. С другой стороны, если мы посмотрим историю предыдущих президентов, и Клинтона, и Буша младшего, то обычно перед выборами, а в Америке скоро начинаются выборы, начинались какие-то военные действия. Будет ли использовать это Трамп? Тоже, кажется, вряд ли. Но на сегодняшний день очень трудно что-либо прогнозировать, так как при всех жестких санкциях, при всех, что происходило в Персидском заливе, при танкерных войнах, мы видим о том, что Макрон после совещания с Трампом, и с помощью Трампа предлагает Ирану 15 миллиардов долларов кредита. И Трамп увольняет самого яростного и самого воинствующего человека. Кстати, некоторые американские аналитики называют и Болтона, и Помпео. Это собаки, которые лают громко. Это тоже говорит о том, что он увольняет Болтона. Это тоже на руку Ирану. И сразу после того, как эксперты приходят к выводу, что закончилась, может быть, политика кнута, и начинается политика пряника, мы становимся свидетелем, что происходит в Саудовской Аравии. Это атака дронами хуситов. Участвует ли в этом Иран? Конечно, может быть, какая-то рука в этом есть, потому что, понимаете, Иран это же тоже... Я думаю, что никому в Иране, ни консерваторам, ни реформаторам, это было невыгодно. Ситуация катастрофическая. И поэтому мне кажется, что не знаю. Сегодня, кстати, жалко, что студенты присутствовали на секциях в этом, на нашей конференции, потому что очень интересно рассматривали на разных секциях, вообще много чего интересного было, но у нас на секции, например, рассматривали по поводу влияния шиизма как шиитский полумесяц. Но я скажу, что сейчас с приходом Рухани даже политика в плане шиизма меняется в Иране, потому что риторика с телевидения, риторика с пятничных имамов по поводу объединения с суннитами, как много общего с суннитами, и что это одна религия и тому подобное, и что мы одни, тоже изменилось. Поэтому вот много... Если, конечно, будут какие-то вопросы... Это все шиитский экспозиционер. Да. Если, конечно, будут вопросы, то готова ответить. Вот. Уважаемые студенты, вопросы, реплики? То, что касается реплики Ланы Меджидовны, это действительно принципиальная позиция руководства Института международных отношений, лично его директора Амеля Равиловича Харудинова, что все это будет записываться, все это в той или иной степени будет включаться в учебный процесс. Ну, вот относительно завкафедр и завдиректора высшей школы, ну, прекрасные дамы, я не могу оспаривать их действия. Да. Очень важный момент. Действительно, то, что происходит вокруг Ирана, это прямо касается нашей страны, это цена барреля нефти, это, соответственно, российский бюджет. Потом, я думаю, вы все знаете, что исторически, когда строили нефтепровод дружбы, да, который вначале качал нефть из Татарстана в Европу восточную, потом западную, потом, когда пошел газопровод, и первое название его было Узбалык-Эльметиск-Эльмет, соответственно, потом это превратилось в самотрол Альметьевс, именно буквально в 300 километрах отсюда здесь расположена, по сути, столица российских нефтепроводов, потому что все они сходятся в районе Альметьевска. И не случайно, что если в советское время основной отраслью промышленности советского Татарстана было машиностроение, прежде всего, ну, Казань, это был город аэрокосмической промышленности, ТУ-160М не случайно появилось, то теперь основной отраслью экономики Татарстана, которая приносит доходы, это, конечно, нефтяная, это нефтехимия, это нефтеперерабатывающая промышленность. Опять-таки, так сказать, решение президента в России Владимира Владимировича Путина и первого президента Татарстана Митимир Шариповича Шаймиева, которое дало возможность построить нефтеперерабатывающие заводы, прежде всего, в Нижнекамске. И поэтому, что происходит вокруг Ирана и в политическом плане, но и в экономическом плане, непосредственно затрагивает Россию Татарстан. Мы все должны понимать, что на самом деле все эти границы достаточно близко, все это и лететь близко, и эти процессы, они нас затрагивают. Ну и тогда... Да, Алана Меджитовна. Я просто тогда уже добавлю, если мы уже говорим о России, конечно, Россия, она... Вообще, внешняя политика Ирана, она, конечно, больше всего направлена, сосредоточена на Ближнем Востоке, на действиях в Соединенных Штатах и их союзников, но также он уделяет огромное внимание тем державам, которые имеют влияние на Ближнем Востоке и в Европе. Это, конечно, Россия. И здесь, может ли Иран пойти на провокацию в Соединенных Штатах? Конечно, может. Есть... В сегодняшнем положении... А? Ответить военными действиями, если об этом говорить. Вот. И потом еще... Иран, конечно... Ну ладно, я, наверное, не в ту степь. Если ты спрашиваешь у меня, то и о чем. Хорошо. Я просто не понял. Да? Ну ладно. Восток — дело тонкое. Ну и тогда предоставим слово человеку, который знает... Восемь. Да, уже на протяжении полустолетия, тем более, вот, так сказать, и покойный Евгений Максимович Примаков, и Виталий Вячеславович Наумкин, они олицетворяют политику российского государства, потому что название страны может меняться. Но и у царской России, и у России императорской всегда были интересы на Ближнем Востоке. Опять-таки, вот даже на примере той же Казани, о чем нам напоминает Петропавловский собор? Да, о Каспийском походе Петра I, когда впервые в состав России было включено западное и южное побережье Каспийского моря. И, соответственно, многое то, что делалось и в советские времена, оно связано с тем, что происходит. Потому что есть единое российское и советское государство, и Константин Михайлович, который знает это на протяжении многих десятилетий, я думаю, лучше всего из нас присутствующих представляет картину того мира, в котором мы живем. Пожалуйста, Константин Михайлович. Не могу не начать того, чтобы не залезть на территорию Иланы Маджидовны чуть-чуть. Вот, недавно, когда мы с одним ведущим аналитиком, РТС Алямом Мусафером, он разговаривали, ну, вот так вот тоже напрямую, онлайн, что называется, он задал вопрос, будет война или нет. Я ему сказал, что 90-95 процентов, что войны не будет, от 5 до 10, что она может быть по глупости или по случайности. Провокация третьего сна. Да, как всегда это бывает. Но чуть-чуть, может быть, я потом к этому вопросу вернусь в связи с немножко другим углом. А на самом деле, когда мы говорим об арабской весне, я думаю, что в каком-то аспекте шум по поводу арабской весны продолжается, а с другой стороны, представление об арабской весне чрезвычайно редуцировано и сужено до 4-5 стран. А на самом деле, это политический процесс, который охватил весь арабский мир. И практически, вот когда говорят о том, что Судан, там, Алжир и Саудовская Аравия, это как бы новая арабская весна, это, конечно, очень большой перебор. Но то, что это отложенные последствия арабской весны, это 100%. Потому что и в Алжире были волнения, и вот алжирские наши коллеги, они нам говорят, и к всеобщему удовольствию, что алжирцы научились на гражданской войне тому, что нельзя переступать черту в политике, и надо стараться решать вопросы мирно. И это именно путь Алжира к демократии, очевидно. Вот, и это, поэтому арабская весна была в Алжире чуть ли не слабее всех, потому что люди после вот этой прививки гражданской войной, они опасались слишком резких движений. Теперь, произошла ли трансформация арабского мира после арабской весны в результате ее? Несомненно. Не только арабской весны, но и конфликтов. Когда говорят, что единственный пример это Тунис, нормальная трансформация и демократизация общества, это неверно. Есть еще два не менее важных примера, это Марокко и Ордания, где сделаны существенные шаги в сторону от дуалистических к ограниченным парламентарным монархиям. Вот, я бы, может быть, и не переоценивал, но и недооценил бы этого шага, потому что это на самом деле показывает путь развития монархических систем. Весь арабский мир был единственным в мире полноценным заповедником авторитаризма, где единственной демократической страной был Ливан со всеми издержками, так сказать, этого дела. И еще демократической страной был Ирак в условиях американской оккупации полураспавшихся государств, каковым оно и остается до сих пор. Вот, и поэтому, конечно, значит, результат это крайне неоднозначный. Мы имеем распавшиеся государства в виде Ливии, полностью распавшиеся государства. Мы имеем, еще не забывайте о Сомаликах, которые давно распавшиеся государства, и тоже источник распространения терроризма. Мы имеем полураспавшиеся государства Ирак, по поводу которого я не могу сказать с точки зрения прогноза, распадется окончательно он или нет. Но, во всяком случае, вот Василий Александрович, как всегда знает, все гораздо лучше в этом смысле. Я просто верю. Да. Ну вот, значит, поэтому реформы, которые начаты в Саудовской Аравии, это, несомненно, последствия арабской весны. Потому что арабская весна по Саудовской Аравии прошлась. И кое-что попало в средства массовой информации, кое-что нет. Но ясно, что политической элиты при приходе нового короля и особенно наследного принца, они это имели в виду и начали то, что начали. Другое дело, что из этого получится. Потому что начинать реформы и одновременно идиотскую войну с Йеменом, это не самое лучшее, так сказать, начинание. Теперь, что касается вот этого противостояния шиитов и суннитов. Я задаю всем вопрос. Скажите, Эрдоган, он что, тоже шиит? А почему же он вместе с иранским президентом Йемен поддержал Хоситов недавно на совместной встрече с нашим президентом? Причем поддержал 100%. Вот. А что Эмир Катар, он тоже шиит, простите? А что же такое, почему же они объединились в единую коалицию сейчас? Катар, Турция и Иран. И почему на встрече четырех разведок в Абу-Удабе, так сказать, месяцев пять тому назад, было сказано, что главная опасность сегодня не Иран, а Турция? Для кого? Для Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта и Израиля. Вот. Эти четыре дружественные разведки, когда они собрались в Абу-Удабе, они вот пришли к подобному выходу. это говорит о том, что регион изменился существенным образом по сравнению с тем... Александр Михайлович, приятно, что есть кто-то, кто знает, что именно было сказано на встрече разведок. На встрече разведок, да. Ну, есть некоторые, которые знают. Видите, какая у вас информация. Вот, да, да. Так вот, конечно, значит, но проблема заключается в том, что арабская весна привела вот к такому раздвоению ситуации, когда были представления, которые существовали и на Западе, и у многих наших ведущих ученых, о том, что будет прекрасный альянс между демократами и исламистами, и прежде всего в Египте. То, что получилось, получилось ровно наоборот. В 2013 году страна была на грани гражданской войны, и тогда либерально-демократические силы возопили. Армия, приди, защити нас! И армия пришла по просьбе трудящихся, и мы имеем в Египте в результате то, что мы имеем. И сегодня, вот последние дни, если кто в курсе событий, там уже народ на площадях собирается и орет «Сиди, уходи!». Вот. Потому что, конечно, авторитарный режим, конечно, коррупционный, конечно, один из, значит, экономических столпов режима сейчас же сбежал на Запад и раскрыл жуткую картину коррупции в Египте. Посмотрите, по, между прочим, по конституции армия гарант конституции. У нас президент, а там армия, да, в Египте. Но она еще и имеет право конституционное, закрепленное в конституции, на коммерческую деятельность. Красиво, да? Вот. И в результате вот получается то, что получается. Вот. Итак, но частично арабская весна, но далеко не только она, породила региональные конфликты, которые сейчас мы находимся совершенно определенно на выходе из них. В Сирии это 100%. Но конфликт смещается к югу, и ситуация не только в Йемене, но и сегодня между Саудовской Аравией и Йеменом, она чудовищная. И я считаю, что йеменцев часто недооценивают. А вот если йеменцев разозлить, они раздолбят Саудовскую Аравию совершенно. Ну, дай Бог, до этого не дают. У них есть на это возможности и желания. Ну, пожалуй, все, больше не буду вас пугать всякими, так сказать. Какие-то реплики? Да. Есть реплики. Вот такая короткая реплика. Вот вы там вначале говорили про Алжир. Я бы хотел сказать, что все так и по поводу прививки 90-х годов. Но мне кажется, что мы когда… Это не только к Алжиру на самом деле относится. Про эти страны говорим. Мы не должны забывать, что сейчас 2019 год. И в обществе, где у вас больше половины населения младше 25 лет, это значит, что когда были 90-е годы, они были совсем детьми. И через пять лет это будет общество, которое не знало 90-х годов. Ну, может, родители их научились. Ну, может, научили, а может, не научили. А может, знаете, проблема отцов и детей, ее тоже никто не отменял. Да. Им на протяжении всей их жизни вдалбливают про то, как ужасно насилие, и как все устали от него. Поэтому лучше пусть будет так, как есть, но не дай Бог, что-то не случится. Я боюсь, что это может сыграть в перспективе. Маякник может хачнуться в обратную сторону. Но не все так долго живут, чтобы видеть эту перспективу. Ну, у нашего ваншайя, я надеюсь, будут жить долго и счастливо. И работы вам всегда хватит. На самом деле, действительно, опять звучит тема. Это касается и Ирана, это касается и Алжира, это касается Саудовской Аравии. Потому что, насколько я помню, события в Тунисе 90-х годов очень важного, что работники нефтяной и газовой промышленности не объявили забастовку, и тем самым режим в Алжире постоянно получил деньги, в частности, поддерживая контакты с Францией. Потому что, в принципе, еще с предоставлением независимости Алжира, с авианских соглашений, то, что Франция являлась основным получателем алжирской нефти и газа, это был ключевой момент. И опять-таки, это во многом напоминает судьбы России с ее поставками нефти и газа. И опять-таки, это во многом напоминает судьбу и Татарстана, и многих регионов Башкортостана, и тех многих регионов России, как Оренбургская, как Астраханская область. Ну, я думаю, вы все знаете, что очень крупная мусульманская, при том, с времен, по крайней мере, сибирского ханства, мусульманская община есть в Ханты-Матийском автономном округе Югра. Так что это уроки как для специалистов России, так и для специалистов по исламскому миру. Но опять-таки прозвучала тема Турции, потому что, я думаю, вы это уже сами помните, что Эрдоган и свергнутый президент Египта Мурси, это были очень тесные контакты, это была та самая идея, так сказать, благочестивого среднего мусульманского класса. Притом я могу четко сказать, что аналогичные идеи, так сказать, у татар, это Гаяс из Хакии, это, кстати, Садримок судит. Так что, на самом деле, все это очень переплелось. И я помню, был в Стамбуле в 1994 году, тогда как раз Эрдоган только стал мэром, и были разговоры, либо его уберут, как предыдущих исламистов, либо, если его не уберут, то он сделает большую карьеру. Вот как раз я закончил Казанский университет, и перед поступлением в аспирантуру, мы шили с Хакзады Башей, и как раз напротив была Беледия, мэрия, и вот смотрели на эту мэрию и говорили, устоит, не устоит. И абсолютно логично, действительно, потому что Аполлинария Сергеевна, человек, который, с одной стороны, анакофилолог, а с другой стороны, это человек, который постоянно бывает в Турции, человек, который лично знает людей из высшего истеблишмента Турции. И вот одна из последних фотографий на ее фейсбуке была от женой Эрдогана. Да, два дня назад. Два дня назад, Аполлинария Сергеевна. Ждем последней информации. Чтобы студенты Казанского федерального университета получили свой эксклюзив. Да, ситуация следующая. На самом деле, Айдар Юрьевич совершенно прав, упоминая о начале карьеры Эрдогана. Ведь тогда никто не ожидал того, что сделает этот человек, которого сразу, забегая вперед, скажу, я всецело поддерживаю, потому что не стоит недооценивать того, какой рывок при нем. Да, можно по-разному относиться к личности Эрдогана, но видеть то, как сильно в лучшую сторону, в положительную сторону изменилась при нем Турция, и экономически, и культурно, и технологически, этого не видеть невозможно. Можно по-разному относиться к исламистской партии, которую он возглавляет, но, понимаете, если бы народ не хотел, то вот этот вариант ислама, который в Турции сейчас процветает, он бы не получил такой широкой поддержки. В начале 2000-х годов я работала в посольстве Российской Федерации в Анкаре. И, да, давайте вспомним, что Анкара не Стамбул, это восточный город, это более восточный город, от которого ожидаешь, что в нем будет больше женщин покрытых, да, женщин в хиджабе. Но в Анкаре тогда девушки в платках были достаточно большой редкостью на улице. Да, конечно же, тогда действовал пресловутый закон о запрете нахождения в общественных местах, в высших учебных заведениях, вообще во всех государственных органах власти. В мусульманском платке женщины тогда не имели права входить в платке, да, в такие организации. Эрдоган этот закон отменил. Так вот, тогда девушки в платке были большой редкостью. И мне тогда показалось это нормальным. Но в течение многих лет я наблюдала процесс того, как турецкая женщина надевает платок. У Архана Памука есть такой роман «Снег», в котором главная героиня отстаивает свое право носить платок, причем отстаивает порой с риском для жизни, с очень серьезным риском для жизни. Вот. И тут мне кажется очень важным, что в Турции ведь, по сути, было две попытки, как считается внешних попытки, устроить вот аналог, ну тут, наверное, арабская весна не подходит, но вот аналог вот этой вот арабской весны. Во-первых, в 2013 году я лично присутствовала на волнениях, которые начались с попыток мэрии Стамбула снести парк Гизи в центре города и построить там торговый центр. И эти волнения, да, эти волнения переросли в массовую акцию протеста, направленную на свержение режима действующего правительства. Ну и надо ли забывать о попытке государственного переворота, которая произошла несколько лет назад и которая была подавлена. Таким образом, Турция остается единственной неохваченной на Ближнем Востоке страной, вот неохваченной вот этим вот явлением, да, сменой режима. Эрдоган проделал достаточно серьезную работу, которая, повторюсь, едва ли была возможна без поддержки снизу. Ведь если мы оглянемся на историю Турции XX века, то мы увидим чехарду смен двух, по сути, правящих партий. Светской партией и исламистской партией, да. На смену идеи Мататюрка через некоторое время пришли исламисты, которых всякий раз свергали военные носители светских идей, да. История Турции XX века – это история нескольких довольно очень серьезных кровавых переворотов, да, когда вот исламские идеи были подавлены и подавлены армией, прежде всего, носительницей светских идей. Но при Эрдогане армия изменилась. При Эрдогане армия приобрела, если можно так сказать, исламское лицо. Вот. Опять же, я очень долго размышляла об этом и разговаривала с представителями разных кругов. Понимаете, если люди стремятся исповедовать какую-то религию, если у них есть потребность в этой религии, то не надо запрещать им эту религию исповедовать. Если бы турки современные не хотели бы носить турчанки хиджаб, да, и быть более мусульманской страной, они бы не были более мусульманской страной. Вот. В Турции, конечно же, есть светские круги, есть города, где превалирует светское население. Это, прежде всего, Измир и Стамбул. Но Анатолия и, в общем-то, большая часть населения все-таки исповедуют идеи, которые высказали вот главные героини романа Архана Памуга «Снег». Мне сейчас вспоминается цитата еще одного героя из этого романа, который на общем собрании произносит следующие слова. «Я не европеец, я горжусь за свою неевропейскую душу. Если европейцы умные, то пусть я буду глупым. Если они красивые, то пусть я буду уродом. Но я горд тем, что я отличаюсь от них». Вот это произносит один из главных героев романа Архана Памуга «Снег», очень глубокого романа, показывающего истинную душу Востока, истинные мысли населения Востока. Ну и возвращаясь к тюркскому вопросу, о котором еще никто из нас не упомянул, я вообще считаю, и этому будет посвящен мой доклад на нынешней конференции, я вообще считаю тюркский фактор очень важным в современном мусульманском мире и уж, конечно, в современном мусульманском мире нашей страны, Российской Федерации. Ведь мало говорят о том, что мусульманский мир России – это прежде всего тюркский мир, что наш ислам – это тюркский ислам, это тюркская разновидность ислама. Как-то об этом достаточно мало говорят и достаточно мало пишут, о тюркской версии ислама, об ее особенностях. Впрочем, я буду говорить об этом в своем докладе, который состоится завтра, я надеюсь, на тюркологической секции. Но в этой связи, мне кажется, немаловажным то, что сейчас Россия и Турция являются ключевыми партнерами, в разных областях, не только в военной, не только в стратегической, не только в политической, но еще и в гуманитарной. Но здесь, как мне показалось, не учитываются факторы контакта тюркских мусульманских общин России и мусульманских общин Турции. И вот этот вопрос, мне кажется, следовало бы поднимать на более высоком уровне и развивать на более высоком уровне. Пожалуй, на этом я бы хотела закончить свою реплику эмоционально. Действительно, трудно не согласиться с Аполлинарией Сергеевной. Тем более, обычно мы знаем даже по топографии Казани, что татары оказали влияние на составляющую, прежде всего, светскую либеральную. Я думаю, все вы знаете памятник Садрима к Судисфере, Стамбулу, который открывал премьер-министр Турецкой Республики. Меньше известно другое, что когда мы говорим «Эрдоган», и это очень сильная тарикатистская линия, и, в принципе, «Зияудин гемешханави», от которого идет вот это анатолийское направление, при том, что интересно, вот возвращаясь словам Аполлинарии Сергеевны, человек, который говорил, это крупнейший шейх был, Нагшбандийский, он говорил, да, мы не европейцы, но нам нужна конституция, нам нужен парламент, нам нужен что-то близкое к кодексу Наполеона, нам нужна свобода частной собственности, то есть, когда была провозглашена первая конституция Османской империи 1876 года, то «Зияудин гемешханави» очень активно, и его миориды очень активно поддерживали конституционный процесс. Опять-таки, влияние было и татарских переехавших шейхов уже непосредственно на «Эрдогана». Так что, к сожалению, мы как бы знаем… К сожалению, две традиции. Вот если как бы татароязычная традиция, например, замечательная была статья «Шикто открыл турецкую нефтатарин» на самом деле. Вот. И пока мы делим как бы на три такие части, вот я считаю опять-таки, что, наверное, великая заслуга Виталия Вячеславовича, что он объединил разные группы специалистов, то есть специалистов как бы по внутренней России, потому что российское исламоведение, к сожалению, в Питере было принято решение, что институт восточных рукописей, они нами занимаются, но они занимаются нашими предками, да. Что нужно заниматься тюркским миром, нужно заниматься в Кавказе. Опять-таки, я думаю, вы в курсе, что, ну, действительно, каждый день, так сказать, летает из Казани самолет в Стамбул, что с 90-х годов очень активные контакты, что много татарских ребят и девушек училось, осталось, ну, осталось больше, чем вернулось. Тем более, эта тема стала очень активной после событий 2014 года, когда мы видим позицию Мустафа Джимилева, видим позицию, соответственно, Меджлиса, запрещенного в Российской Федерации. И вот как бы в отношениях Казани, соответственно, Анкара, есть третья сторона, и она действительно достаточно важна. Это крымско-татарская диаспора, это те дернеги, которые существуют, и нас на это не особо обращают внимание, но Мустафу Джимилева принимают на очень высоком уровне. Может, Аполлина Ильевна, вернемся к этой теме, потому что это произошло недавно, если можно. Студентам просто расскажите. Тут вот какая ситуация. Турция вслух очень осторожно обсуждает с Российской Федерацией тему Крыма, не обостряя ее. Более того, на неофициальном уровне Крым уже посетили многие высокопоставленные турецкие чиновники. Сейчас не буду называть фамилии, которые я, разумеется, знаю. Турция, впрочем, как обычно, пытается лавировать между двумя сторонами конфликта, вслух заявляя о непризнании российского статуса Крыма, но обеими руками или тремя руками, я уж тут даже не знаю, как сказать, правой рукой поддерживая крымских татар. И, так сказать, проводя... Я сейчас очень осторожно подбираю слова, потому что тема достаточно острая. Проводя многочисленные конференции в Анкаре, на которых подогревается мысль вообще о независимом статусе Крыма под таким, в общем-то, контролем, не контролем Османской империи, да, в рамках доктрины неосманизма. А с другой стороны, повторюсь, турецкие бизнесмены, да, и большое количество высокопоставленных турок уже посетили Крым и не раз. Вот. И продолжают посещать. И вообще Турция эту тему, в общем-то, с Россией не особенным образом педалирует, скажем так. Вот. Одно время, несколько лет назад, шли разговоры о том, что Турция, возможно, первой признает российский статус Крыма, но пока этого не произошло. Вот. И произойдет или нет, неизвестно. Кроме того, мне известны, тоже не буду называть фамилии, разумеется, люди, которые занимают высокий статус в теперешней крымско-татарской диаспоре, которые внешне изначально были ярыми сторонниками Украины до присоединения Крыма, затем с успехом и быстро приняв российское гражданство заняли достаточно высокие посты в современной крымской администрации. Но продолжая бывать в Турции, как раз по крымско-татарской линии, там высказывают совершенно иную точку зрения на происходящее в Российской Федерации. Что хочу сказать. Процесс очень сложный. Процесс, требующий максимального контроля специалистов. Не скажу властей, а скажу именно специалистов в данном вопросе. Процесс, требующий максимально тактичного решения. И процесс, который при малейшей ошибке, увы, превратит Крым в одну из опаснейших горячих точек, по сравнению с которой, я боюсь, Течня покажется просто цветочками. Потому что здесь слишком много сторон конфликта, которые могут в нем участвовать. По моим впечатлениям, после посещения Крыма и общения с представителями крымско-татарской диаспоры, по моим впечатлениям, ситуация очень сложная. Сколько лет потребуется, сколько десятилетий потребуется для ее выправления. Тут и грехи прошлого, тут и исторические обиды, тут и финансовые вопросы, тут и экономические, современные. В общем, такой Гордиев узел, который ни быстро развязать, ни тем более разрубить невозможно. И решать нужно очень тактично, очень осторожно и, главное, поэтапно и не торопясь. Повторюсь, проблема на несколько десятилетий в лучшем случае. Чтобы этот вопрос можно было бы назвать решенным и обстановку спокойной. – Спасибо большое. Но я думаю, что мы должны быть оптимистами и одновременно реалистами, потому что… – Мы должны быть реалистами все-таки. – Да. – Оптимизм не допустим ни в коей мере. – Всегда можем подумать про то, как… – Оптимистически. – Про то, как подослать соломку, потому что на самом деле все эти процессы, они затрагивают наш мир. И в мире, когда, я помню, в 90-е годы говорили, что все пространства сведены к нулю из-за интернета, я думаю, вы точно представляете, что, так сказать, люди получают информацию из первых уст и из той же Саудовской Аравии, да, так сказать, фетвы каких-то шейхов. Опять-таки, ситуация политическая вокруг тюркского мира существует. – Я бы тут вот еще одну… Хотела еще одну деталь добавить. Прошу прощения, что перебиваю. – Да, конечно. – Я, кажется, то ли в 13-м… Нет, не в 13-м, в 11-м или в 12-м году, до всех вот этих событий крымско-украинских, была она очень любопытная конференция в Стамбуле, я уж не помню, как я там оказалась. Конференция называлась «Тюркский мир после распада Советского Союза». Там присутствовали представители всех тюрккоязычных стран Центральной Азии, и, как я понимаю, организаторы не рассчитывали на присутствие представителей Российской Федерации, но он каким-то образом в моем лице и лице нескольких коллег там оказался. Ну, надо ли вам говорить о том, какого рода разговоры там велись. В общем, я это все послушала, послушала, послушала. Потом, когда дошла очередь уже до моего доклада, буквально столкнулась с попыткой модератора из Казахстана, который до меня представителю из Киргизии дал полчаса, мне сказал, у вас пять минут и не больше. Вот, буквально пришлось просто повоевать на сцене при огромном... Она проходила в огромном зале, там был огромный зал, типа, ну, концертный зал, там, не знаю, на несколько сотен человек и несколько ярусов. И пришлось существенно видоизменить мой мирный литературный доклад, начав его со слов о том, друзья, на каком же языке вы между собой там в зале все сейчас разговариваете? Вы что, разговариваете между собой по-турецки? Нет. Вы сидите и обсуждаете все происходящее на сцене по-русски. Да? Вот когда вы будете между собой разговаривать по-турецки, тогда мы и поговорим обо всем том, что сейчас на этой сцене происходит. Лично я не против того, чтобы я все это говорила на турецком языке, я говорю, я не против со всеми говорить по-турецки, я владею турецким языком, но... Вы-то все не владеете турецким языком, вы-то все между собой разговариваете по-русски. И на работу вы ездите куда? Вы ездите на работу в Российскую Федерацию. В Стамбуле на тот момент очень мало было выходцев из Центральной Азии. Да. В общем, мои слова вызвали какой-то шквал эмоций. Когда я вернулась в зал и села на свой ряд, ряд пустел, потому что люди сказали, и мы ее боимся. Ну, в общем, да, вот такие истории происходят в Турции. Это тоже нужно учитывать. Да, когда у нас говорят, что Восток, он закрытый, он скучный, рассматривают его как ориенталистика, что кто-то командует, что кто-то повинуется, на самом деле Восток, он очень разный, как в очень разной России, как в очень разных, хотя маленький по площади, но и наш Татарстан. Ну, это замечательно, что мы услышали анализ политологический, исторический и в какой-то степени филологический, но, опять-таки, очень важно, связанный с личными поездками, с личными впечатлениями. Но я люблю вспоминать фразу из фильма «Кабаре», как раз 1972 года, года моего рождения, «Money make the world go around», то есть деньги заставляют мир вообщаться, и в этом отношении Светлана Юрьевна, у которой уникальные опыты Центробанка, и она благодаря этому, я думаю, во многом понимает, как устроена экономика мира вообще, и как устроена экономика арабского и мусульманского мира, где, так сказать, мне очень забавно, когда бывшие комсомольские активисты, которых я еще помню, которые произносили пламенные речи чуть ли не про строительство коммунизма или развитого социализма, в Казани сейчас защищают исламскую экономику. Вот Светлана Юрьевна – это тот образец, когда человек говорит о том, о чем она понимает с экономической точки зрения. Пожалуйста. Да, добрый день. Очень прекрасно говорить после моих коллег-политологов, причем достаточно очень сильных, вот такую экономическую тему, можно просто сказать одной фразой, что все конфликты, все войны в мире вообще, в принципе, идут из-за денег, и на этом стать и уйти. На этом все, в принципе, и закончилось. Спасибо. Потому что здесь тоже разные регионы. Что можно сказать сейчас, в принципе, о Ближнем Востоке вкратце? Потому что, если вы хотите узнать о каких-то финансовых проблемах, об экономических, это для этого существует прекраснейший Казансаммит, который проводит экономический форум. Вы знаете, что их три – Дальневосточный, Санкт-Петербургский и Казанский. Три таких столпа больших и крупных экономических событий. То есть, там много секций, которые рассматривают различные проблемы. Но сейчас, вот хорошо, у меня вот коллеги очень крупные политологи, я всем всегда говорю, что писать статьи на финансо-экономическую тематику вообще без вопросов политологии по Ближнему Востоку нельзя. Мне повезло, я просто работаю действительно реально с блестящими людьми. И вот последняя моя статья должна выйти, наверное, к концу года. Это вот о проблемах глобализации. И не просто глобализации, а цифровой экономики, цифровых финансов. Почему глобализация? Потому что вот Константин Михайлович будет, наверное, выйдет у него книга по проблемам глобализации по арабскому региону. Но здесь он рассматривает как крупнейший, действительно, как выдающийся политолог. Я хочу сказать следующее, что сейчас, ребята, идет вот вопрос о трансформации. Не только вот политические режимы трансформируются, но трансформируются и финансовые системы. Всегда очень многие говорят о том, что вот если брать исламский банкинг, он не может быть отдельно от классического, такого европейского, американского банкинга. Он всегда должен включиться в эти финансовые системы. Тем не менее, у него также существует очень много проблем. Касаться мы сейчас это не будем. Еще раз говорю, это не вопросы данные нашего такого обзора. Но трансформация заключается в том, что сейчас арабский мир, арабские страны выходят уже на такие, будем говорить, посткапитализм. Я бы сказала так, но не я сказал. Есть аналитики, которые говорят о том, что сейчас уже время такого классического капитализма прошло. Сейчас посткапитализм, который характеризуется, многие говорят, цифровой капитализм, который характеризуется некими уже цифровыми вопросами. То есть мы многие на это, что на бытовом уровне, многие сейчас пользуются гаджетами. И банально что-то вам сделать, какую-то транзакцию, провести платеж. Это можно, не уходя из дома, с помощью какого-то мобильного телефона, планшета, все у нас с компьютера и так далее. И здесь заключается в том, что арабские страны немножко в плане какого-то хай-тек отставали. Отставали от юга-восточной Азии, они отставали от европейских стран. Даже, кстати, есть такие данные, что по скорости развития интернета отставали. То есть хорошие данные были по России, то есть не надо так уж совсем, что у нас все плохо, кроме вооружения лесов и соболей и красивых женщин. Больше нечего. Нет, есть чем гордиться. И здесь, опять же, хотел сказать, будет тема моего доклада через час, надеюсь, про цифровые финансы. То есть про площадки. Существуют уже финтех-технологии, блокчейны. Мало того, что многие по криптовалюты. Я, кстати, хочу сказать, что по последним данным, это из открытых источников, в отличие от моих коллег, что, по-моему, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия хотят создать одну единую криптовалюту. Да, вот есть у них такие мысли. Даже Арабский валютный фонд написал такой, ну, директивы выпустил, о том, что ничего не видят плохого в тех же технологиях блокчейна. То есть, понимаете, здесь любому государству необходимо извлекать прибыль. Как мы все время знаем, у нас есть персидские монархи, которые получают прибыль из-за экспорта нефти. Все это уже оставляться на этом не будем, но у них тоже существует своя проблема, о которых и политологи говорят, и про Соди Арамко тоже уже много чего говорили. Про нефтегиганты, они тоже, кстати, все время хотят выйти на мировой рынок, выпустить IPO, то есть там открыться более народу, все замечательно, но существует проблема в том, что для того, чтобы выйти на рынок открытый, выпустить акции, надо просто сказать конечных бенефициаров. Что это значит? Это сказать конечных владельцев раскрытия информации. Ну, понимаете, что в Саудовской Аравии кто владеет этой фирмой? Ну, конечно, что там всю эту королевскую чету, наверное, всю эту семью надо перечислять и так далее. То есть, к чему хочется сказать? То есть, арабский мир в плане финансов, он меняется. В Объединенных Арабских Эмиратах они вообще лидеры, они открывают постоянно какие-то платформы, постоянно какие-то регулятивные песочницы. Что ты читаешь отчеты, у них постоянно видение то до 20-х годов, то до 30-х годов и так далее. Нигде никакого там слова нет, что там о нефти и так далее. Кстати, между прочим, про Тунис. Вот отмечено, что у них тоже есть электронные криптовалюты, они выходят. Но по поводу... Обычной-то нет. Нет. Василий Александрович, я еще хочу сказать, я тоже писал обзор по странам Северной Африки, в том числе вашему любимому Алжиру и Тунису. Они, допустим, боятся открытия большого количества исламских банков тем, что проблема исламизации страны. То есть я реально читала, что правительство, прям открытым текстом написано о том, что правительство боится, что исламские банки откроются, так как за ними придет исламизация страны. То есть вот кто-то... И начнется опять какие-то политические там... Придет один, скажет на площадь, подожжет себя, и опять нашим политологам работает тут. Вот. Вот. Непончатый карантин. Там что-то написали в Фейсбуке опять и так далее. Вот такие. То есть вкратце, чтобы совсем вас тут не утомлять своими какими-то выводами. Вкратце трансформация происходит. Трансформация идет по цифровому принципу. То есть переходят на, будем говорить, цифровые деньги, переходят на цифровые транзакции. Вот. И они тем самым, кстати, между прочим, хотят уменьшить черный рынок, хотят вот эту коррупцию уменьшить. То есть чем больше у вас... Всех хотят. В электронном... Да, в электронном... То есть чем больше государство следит за вашими платежами, да, вот вы пошли в магазин, купили что-то через карточку, государство отследило, да. Можно узнать, вот если вы там студент, получаете стипендию, там, тысячу рублей, а пришли в магазин, купили себе что-нибудь дорогое. Государство спрашивает, а откуда у вас тут доходы? Да. То есть чем больше вы не платите, чем вы больше не платите наличными денежными средствами, которые отследить, в принципе, возможно, но гораздо проблематичнее. То есть чем больше безнала, тем больше государство вас контролирует, и надзорные органы тоже. Вот. Но это вопрос еще, кстати, это тоже темы теневой экономики арабского мира, но она отдельная тематика. Мы здесь не будем ее касаться. Вот. И так далее. Ну, готовы ответить на вопросы. Вот я так немножко вкратце подытожила. Кстати, тоже, ну, вот мой родной город Жуковский стал тоже вот Индраган. У меня нет фотографий, Индраган покупает мороженое. Вот это как раз в 15 минутах от моего дома было. Ну, вот сказали, там единственное, не знаю, как политической точки зрения, мороженое, девушка, которая продавала мороженое Индрагану и Путину, на предыдущем вот в салоне продавала мороженое, но больше никто не видел. Вот. И мороженое марки никто не знает, что она там вот продавала. Но после этого Индраган купил много, да, там, самолетов. Ему, правда, сказали, вот пока купишь, будешь сидеть. Ну, это такая маленькая, вот вам в конце, чтобы совсем не заскучали. Потому что вкусное мороженое. Да, вкусное мороженое. А вас делают вкусное мороженое. Да, да, да. Для криптовалюты нужно очень дешевое электричество. Мне кажется, вот в этом плане это самая такая подходящая страна, это Иран. А, кстати, между прочим, вот тут тоже анонсирую, смотрела, писала, правда, про Палестину и как тоже много-много статьи англоязычных. В Иране очень популярная криптовалюта. Что это делается? Иран под санкциями находится, только так просто вы платежи не сделаете, они используют электронные деньги. Кстати, вот самое интересное, что здесь конфликт интересов, то есть в том плане заключается, что криптовалюта не разрешена по шариату, в том же Египте фетву наложили, что вы знаете, что то, что не подкреплено реальным активом, это запрещено. Тем не менее, страна, когда всегда говорят про исламский банкинг, говорят, что Иран со 100% исламским банкингом, и всегда все замечательно, флагман, вот прям классика работает, все замечательно. Вот, пожалуйста, криптовалюта, это реальный факт. Это реально есть, это открытые источники, это еще раз говорю и подтверждается. Так что много что интересного в мире финансов. Надеюсь, что следующий Казан саммит нам что-нибудь еще подарит. Готовы ответить на вопросы? Да, мы должны, мы опаздываем на занятия. Давайте пять минут еще. На самом деле очень важно, что если в советское время, я думаю, вы знаете, что для Казани это была очень большая трагедия, то есть исламоведельное начало восстанавливаться уже в семнадцатом году, когда были и целый ряд и экономистов, и литературоведов, и специалистов по истории, и целый ряд политиков. Ну вот двадцать четвертый год это был разгром правительства Татарстана, и я, если вы представляете, это дом на углу астрономической и правосоюзной абаклини Кашаф Мухтаров. Вот разгром правительства Кашафа Мухтарова одновременно обозначал, что в Казани не будет исламоведения на долгие-долгие десятилетия. И очень важно, что эта тематика, потому что был Баку, был Ереван, там можно долго перечислять достаточно список этих городов, был Ташкент, был Душанбе, был Алма-Ата, но никогда не было в этом списке классического исламоведения Казани. И как бы для нас очень важно, потому что действительно, как сказала абсолютно верно Светлана Юрьевна, у нас есть и академические конференции, у нас есть возможность, у нас действует консульство турецкое и иранское, при том турецкое, я думаю, вы все знаете, очень активное. У нас есть, действительно, Светлана Юрьевна упомянула такую площадку, как Казан Саммит, я не говорю уже про возможности студентов обмены, активные обмены с Турцией, с Ирана, с Марокко прежде всего. И действительно, как бы у вас есть возможности пользоваться, пользуйтесь, потому что на самом деле никто не может заставить студента учиться, если он сам этого того не хочет. Но, опять-таки, я повторяю, вспоминая ту Казань в 80-х годах, в которой я родился, это, вы знаете, основная проблема была не в том, чтобы были гопники, основная проблема не в том, чтобы были пустые полки магазинов, основная проблема была вот это чувство нарастающей изоляции от мира и чувство, что Казань становится второстепенным, третьестепенным, чувство вот это восточное, что песок утекает из рук. И вот как бы основные достижения 90-х, 2000-х, 2010-х годов, потому что действительно и Ментимир Шарипович Шаймиев, и особенно Рустем Нургалеевич Мениханов, они очень много сделали, чтобы экономически Татарстан был связан с мусульманским миром. И мы любим здесь вспоминать, что Ментимир Шарипович Шаймиев играл большую роль, что организация исламского конференции, теперь организация исламского сотрудничества вошла Россия в качестве наблюдателя. Это было в 2005 году, вы уже были на этом свете, когда впервые на территории Казанского Кремля за 450 лет вновь, так сказать, была построена мечеть. До этого произошло четыре с половиной столетия. И Рустем Нургалеевич Мениханов. Я просто помню этот день в президент-отеле. Я был в Москве, и мне звонит, вот прилетает сегодня вечером, Дамир Хазрат Мухеддинов, первый заместитель председателя Духовного управления Мусульман Российской Федерации. Айдар Юрьевич, вы рядом, рядом срочно приезжайте в президент-отель, там ваш Рустем Нургалеевич станет председателем группы стратегического видения России и исламский мир. И было бы очень важно, так сказать, чтобы все вот эти компоненты, компонент Казанский, компонент вот этого татарского мира, мира, но и одновременно, естественно, российский, тюркского мира, иранского, арабского, чтобы мы все были частью этого некого глобального сообщества. Вот, ну и действительно мне вот ораторы напоминают, что тоже наступает время следующей части программы. Ну и я думаю, что это для всех вас, для всех нас это будет хорошим стимулом, потому что уже создана профильная кафедра института востоковедения. Сейчас, я думаю, вы в курсе, что КФУ пройдет аккредитацию, это приведет и к некоторому изменению и учебных планов, и я думаю, что со следующего учебного года мы будем более тесно сотрудничать, и это будут не шоурумы, но не только шоурумы, естественно, но это будут вполне конкретные лекции с представителями вот Московской и Санкт-Петербургской академической школы. Вот кто-то что-то от студентов хочет сказать? Или вы как Эдебле Кишеляр, как вежливые люди решили выслушать? Ну тогда, Константин Михайлович, вы что-то хотите сказать как Хатим? Да нет, я хочу сказать, что, во-первых, мне всегда со студентами приятно встречаться, и в частности с казанскими. Вот, я думаю, надеюсь, что это взаимный интерес, потому что я вижу, всегда у меня привычка смотреть в глаза студентам и видеть их реакцию. Ну и поэтому надеюсь, что эти встречи будут полезны для нас всех. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Камам. Спасибо. Спасибо.